Другим темам. Оказывает ли многофункциональный центр платные услуги? Если да, то какие? Данный вопрос часто задают жители нашего городского округа. За разъяснениями мы обратились к специалистам многофункционального центра. Вот что нам удалось узнать. Многофункциональные центры под брендом «Мои документы» появились во многих российских городах и даже в небольших населенных пунктах. Ежедневно в них обращаются сотни тысяч граждан для получения государственных и муниципальных услуг. Если раньше для решения того или иного вопроса приходилось побегать по инстанциям, чтобы отдать специалистам бумаги, справки, документы и выписки, то сегодня всем этим занимаются многофункциональные центры. И многие люди задаются вопросом – услуги МФЦ платные или бесплатные? Услуги МФЦ абсолютно бесплатные. Однако за ряд операций предусмотрена государственная пошлина, например, за оформление загранпаспорта. И если ее не оплатить, то документы просто не примут. Однако с 2019 года специалисты МФЦ предоставляют гражданам и ряд дополнительных платных услуг. С нового года граждане могут обратиться в многофункциональный центр за платными услугами, такими как выезд работника центра к заявителю для приема заявлений, а также доставки результатов по данному запросу. Также есть услуга выезд работника на дом многофункционального центра к заявителю только лишь для подачи заявления. И также выезд сотрудника МФЦ к заявителю по готовности результатов. Данная услуга стоит 2000 рублей. В эту сумму входит и прием документов у заявителя на дому, и выдача готового пакета бумаг ему на руки. Отметим, что данная услуга бесплатно могут воспользоваться только граждане одной льготной категории – ветераны Великой Отечественной войны. К сожалению, с этого года инвалиды не попадают в эту льготную категорию. Есть услуга выезд сотрудника на дом только лишь для подачи заявления, когда заявитель только подает заявление и результат не получает. И также есть услуга для доставки результата, когда заявители приходят напрямую в МФЦ, подают заявление, а доставку уже мы производим на дом. Что касается двух заявлений для приема и отдельно для доставки, это стоит услуга 1200 рублей. У нас до Нового года эта услуга оказывалась вообще бесплатной. Мы выезжали абсолютно ко всем людям разных категорий, а сейчас в Новом году, к сожалению, все это платно. За отдельную денежную плату жители городского округа могут получить и такие платные услуги, как оформление договора купли-продажи, дарение недвижимого имущества. Граждане могут также получить и юридическую консультацию по сделкам с недвижимостью. Цена услуги составит 700 рублей. Кроме того, в МФЦ за 250 рублей вас сфотографируют и моментально дадут готовые фото. Список платных услуг будет в дальнейшем дополняться. Планируется декларация 3НДФЛ сейчас очень актуальная услуга, подача декларации на налоговые вычеты, как на лечение, как на обучение, на покупку-продажу квартиры. Поэтому за декларациями 3НДФЛ также могут обращаться к нам МФЦ. Что касается электромобилей, также в скором появится услуга для подзарядки данного автомобиля, транспортного средства. Поэтому это все в ближайшее время появится. Можете все отслеживать и на сайтах, и на стоечке у специалистов. Всю необходимую информацию по оказанию платных услуг можно узнать по телефону 29400, либо при личном обращении в многофункциональный центр.